В книгу жалоб национального радио Чувашии поступило обращение от жителей деревни Черши Цивильского района. Люди жалуются, что весной во время таяния снега их деревню буквально смывает. А плотина, которая несколько лет оберегала от затопления, находится в аварийном состоянии. Наша съемочная группа выехала в деревню Черши, чтобы разобраться в ситуации. Раньше все талые или дождевые воды собирались по каналам и стекали к плотине. После банкротства совхоза Заря за гидротехническим сооружением перестали следить, передали арендатору. Предполагалось, что предприниматель будет ухаживать за плотиной и разводить в запруде рыбу. Но, по словам местных жителей, предприниматель воду слил, всю рыбу вывез. Теперь плотина в аварийном состоянии, а жители деревни во время дождей или весеннего паводка боятся затопления. По нашей деревне вот течет все время талые воды. Крозы пройдут, все, и течет, течет. Пошли в нашу деревню вот это смыло. С леса или оттуда, с полей течет, прямо на нашу деревню вода бежит. Запруда наполняла водой и мелиоративную систему. Теперь ручьи текут по всей деревне. В Распутицу здесь невозможно проехать, а жители оставляют машины у околицы и пешком идут до своих домов. Сложно проехать и скорой помощи. В начале апреля специальная комиссия проверила состояние плотины на готовность пропуска паводковых вод и обнаружила угрозу прорыва дамбы. Донный водоспуск находится в аварийном состоянии. Плачевное состояние, что уровень воды у нас, уровень воды падает и срочно его нужно восстанавливать. Во-первых, для того, чтобы противопожарная эта вода оставалась на своем же месте. Потом, для того, чтобы, если случайно вот здесь в данный момент у нас прорывает помаленьку, но если полностью сорвет, то по уровню нижняя часть деревни, там 8 домов находится, это все вместе может смыть. Сейчас глава сельского поселения составил проект реконструкции плотины. Восстановление гидротехнического сооружения обойдется в 4 миллиона рублей. Данный проект имеет положительную экспертизу. В наши дальнейшие действия мы подготовим на сегодняшний день материалы для направления Минродыча вашей, для дальнейшего выделения денежных средств в федеральную бюджету. В деревне Черши живет 48 человек, но их спокойствие и безопасность важнее денег. Татьяна Молокова, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика.